Итак, дорогие друзья, мы были только что, ну не центральный рынок, но в общем рынок сувениров, довольно большой рынок, и как бы я не ожидал такого, да, вы уж простите, там в кадре будут местами и грубые слова, и в сторону, ну скажем так, слегка выжившая из ума старого человека, был бы я умнее, да, я бы сдержал бы себя и был бы более сдержанным, но здесь в данном случае как бы сыграл фактор неожиданности, потому что я не ожидал там увидеть господин. Гастарбайтера, который как бы рисует свои картины, продает их, и в результате как бы еще и запрещает ходить там и на камеру фотографировать, записывать, при этом находясь на рынке. Ну и да бог с ним, как бы мы с ним начали разговаривать, местами невежливо, за что я извиняюсь, как бы, но не перед тем человеком, потому что там, к сожалению, мозгов уже нет. Сразу подключились рядом стоящие люди, и человека 3-4 оказались снова украинцы, или украинцы. И получается, чего там получается, что одни гастарбайтеры, господи, тут в Чехии одни гастарбайтеры украинцы, тут уже полукраины, это не случайно, я об этом раньше слышал, там двое ребят, то ли с России, то ли откуда, на русском языке говорили, что чувак, тут короче половина уже Украины находится в Чехии, в Праге. И как бы, и да, наверное, с этим соглашусь, потому что на рынке вот я случайно опять столкнулся, неожиданно, потому что я еще раз говорю, был бы сдержанный, если бы был бы готов к этому повороту, но я не был готов, и тут как бы начали со всех сторон это кудахтать собачки, которые напротив, что там то, то, не то, там и прочее, и прочее. Хотя человеку пытается объяснить, что дурак, собирай свои картины, закрывай дома, это будет частная собственность. Не, ну подождите, вы снимите помещение, сделайте картинную галерею. Не, поставьте замок на ключ, закройте на ключ, никого не пускайте, это частная собственность, все просто. Да, да, дома у тебя это частная собственность, никто на нее не претендует. Свободный доступ, как здесь, это не частная собственность. Пожалуйста, никто не претендует, но если же ты вынес это... А вот и полиция, ну без того, конечно, никто не вынес. Если же ты вынес эти картины на рынок, да, живут на рынок, то есть ты же, как бы, ну ты понимаешь, да, что ты ожидаешь. Естественно, и туристы, и мы, и все остальные будут ходить, снимать видео, фотографировать. То есть рынок это общественное место, здесь не запрещено фото и видеосъемка. Это рынок, и он точно у меня не вызывает ощущение, что мы на рынке. Вроде есть торговые ряды, но не знаю. Ну, понятно, что уже не сам это рынок действующий, а в смысле, что все для туриста. А что такое? Ну, фото, почему? Он на рынке находится, и что дальше? Сделай видео. Зимпропетровск, где? Зимпропетровск? Ты. Я. Зимпропетровск. Какая разница? Ну, слушай, какая разница, смотри. Ну, ты где находишься? Ты сам откуда? Сам откуда? Секрет. Что секрет? Ну, зачем ты меня спрашиваешь? Что такое? Чего? Я хожу, сделаю. Ну, такое, что я вижу, право. Иди, забирай карла, ну, вот, закрылся. Ты можешь дома остаться. Я здесь на работе, что хочешь, проею. Это, продаю мои картины. Мужущество. 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 Есть, работай. Это твое личное дело. Если ты сделаешь, например. Или, еслиuters записываешь, сам ниже. Я с полицией вый이am. Вызывай полицию. Вызывай. Ищи пошкин. Вызывай полицию. Поздравляем, вызывай. Я же тебе background. Давай,04. Вызывай полицию, я готов, я подошу. Давай, 15 минут. Вызывай полицию. Давай, давай, записывай. Я сейчас loosenie. Давай, давай. Н kilogramشu, записывай, записывай. Возывай полицию. Мы сейчас вот общаемся. Возывай полицию. А что не хочет? Не, подождите, ну вы говорите, подождите, вы говорите, что нельзя записывать. Ты мне не рассказывай, что делать. Здесь, вы извините, это общественное место. Это публичное место, это публичное место, дружище. Дома, публичное, это где на ключ закрыл? Публичное, это на ключ закрыл. Дружище, это твое дома публичное. Здесь публичное. Нет, не публичное. А какое? Это общественное место, почему мы не можем здесь записывать? Давай, мы ждем. Ну он не нормальный человек. Ну что случилось? Ничего не случилось. Это рынок, это общественное место. Здесь везде, повсюду можно записывать, снимать. То есть, ну непонятно. Все нормально, давай. Что? Какие деньги? Эйтип. 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 Если я хожу записывать, это мое личное дело. Он что хочет пусть то и делает. Я записываю. Запрещать мне он не имеет права. Эйтип. 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 Позрачу. Не будешь в доме мне разрешать. Как тебе домой приду, будешь мне разрешать. А здесь ты не будешь мне разрешать. Я буду делать то, что я хочу. Подожди. Дозревай, взрывай. Вот когда я приду к тебе домой, будешь мне разрешать. Хорошо? А здесь публичное место. Но у него лицензия на картины И что теперь? Лицензия называется дома Подключен на замок Это лицензия Ну подождем полицию Давайте разберемся Я не против Если я не прав, хорошо Ну что вы не разумеете? Разумеете Вдруг, еще долго ждать твою полицию? Или ты будешь тыкает туда еще полчаса? Что-что? Я вас не понимаю Еще раз Это я speak English По-русски говорите, но я вас не понимаю Можно на английском? You can speak English? English, I say English I'm speaking English Это традиционный район Фраерон Дружище, ты украинских фраеров Отлично, друг Ну смысл с тобой разговаривать Я не все понимаю, понимаешь? Я не все понимаю, что ты говоришь Ты можешь говорить все, что угодно Это твое право Знаете, что мужчина, уважайте его седину Понимаете? Уважайте его седину Вы простите, пожалуйста Он в таком веке рисует Здесь согоряет на солнце Ну и что? Ну и что? Ну и что? Пусть дома это будет под ключом Мы ничего не имеем Подождите Так спрашивайте у него, зачем это надо Он говорит, почему это надо Мы ничего не имеем против Послушайте, мы ничего не имеем против Мы просто отдыхаем Мы снимаем то, что нам нужно Мы снимаем видео, это мы туристы Если вы хотите дома оставляйте вещи Нельзя, это его труд И он не разрешает Пусть дома будет за ключом Его труд должен быть дома под зонкод Это мое дело Нет, не ваше дело Это мое дело Это общественное место Это мое дело Да мы не претендуем на его бизнес Друг, я буду снимать то, что я хочу Ты вызвал полицию Сейчас полицию Полиция Сейчас полицию саешь Поэтап Поэтап Хорошо, давай Давай я погуляю Вот здесь, а ты за нами Нет, подожди Ты что, я пошел Все, я пошел Конечно, я сразу Сейчас вернусь 5 минут Подиви Я заказываю Фокет Он летит Это моя вещь Я, вам право Фокет Мы в общественном месте Общественное место Все, все Давай Полицию вызывай Сейчас и вернусь Я пока стоп нажимаю Да Молодцы ребята. Ничего у вас нет. Все, пошли. Ты, дружище, такой хитер-голодец. Понял? Да все. Сиди, ровно, или дома заторбай. Я турист, дружище, а ты беженец. Пойдем. Ты сбежал со своей собственной страны. Сейчас ты гастробайтер, самую счастливую. Все, пойдем. Ты мне расскажешь, что мне делать. Я турист, дружище. Я беженец. Приди и работай. Тот едет. Иди в свой бут. Иди, что я дружу, кто работает. Откуда приехал. Ну ладно. Пойдем. Ну ладно, хорошо. Пойдем. Да все, пошли. Пойдем. Пойдем. Он будет говорить, ты с дом. Иди, ты отдыхай. Пойдем, все, пойдемте. Пойдем. Ты скотина. Ты скотина. Откуда ты? Тихо, тихо, тихо. Ты откуда? Тихо. Ты откуда? Ты откуда? Ты откуда? Ты откуда? И что теперь есть? Все, пойдем. Пойдем, пойдем. А у тебя мозги есть? Пойдем, все, пошли. Мозгов нет, и та голова. Так я с тобой рассказываю. Я еще вернула тебе полицию. И вот, знаете, часто в последнее время с этим сталкиваемся. Надо быть к этому готовы. Да, мы в Европе. Ну, явно Чех или кто-то, опять же, глупо говорить, да? Если Чех, то как бы не отреагировал бы, если там поляк не отреагировал бы. Нет, возможно, люди разные везде, как бы, неважно, это украинец был или нет, имеет значения. Сам факт того, что, как бы, вот нарвались на неадекватного человека, который, к сожалению, вывел меня на эмоции и спровоцировал, и меня спровоцировал, короче, я тоже не сдержался и начал, скажем так, откровенно ему грубить, как это делал он. Ну, опять же, а давайте так, ребят, ну, скажите мне, объясните мне, пожалуйста, лайками и дизлайками. То есть, получается, друзья, у меня к вам огромная просьба. Значит, могу ли я, имею ли я право в ответ такому же человеку, который, как бы, который вообще не трогал, начинает мне хамить? Могу ли я ему хамить в ответ? Могу ли я ему отвечать той же монетой? Или, наоборот, дизлайками, мол, зачем ты это сделал, зачем ты нагрубил, не надо было, проходил бы мимо и прочее. Пожалуйста, ребята, в общем, отметьте это. Значит, давайте так, дизлайк, это, значит, не надо было хамить и спокойно реагировать, и вообще уходить в сторону. Если он запретил снимать, то, конечно же, закрыть все и уйти. Либо другое дело, заниматься отстаиванием собственных прав и делать то, что можно делать по закону. Отреагируйте. То есть, лайк-дизлайк, пожалуйста, отреагируйте.